Население Германии впервые превысило 84 миллиона человек. По данным управления статистики, за первое полугодие в страну прибыли 750 тысяч мигрантов из Украины. В целом, чистая миграция в страну за этот период составила почти миллион человек. Этот показатель в семь раз превышает прошлогодний. Так, больше всего увеличилось население Берлина, Гессена и Баварии. С октября ношение маски FFP2 обязательно в поездах дальнего следования. Исключение работает только для детей в возрасте от 6 до 14 лет, а также для персонала поезда. И те, и другие могут носить обычную медицинскую маску. Новый закон о защите от инфекции влияет на статус вакцинации почти 12 миллионов человек в Германии. С октября они перестали считаться вакцинированными, поскольку сделали прививку лишь дважды. Требуется ревакцинация, а в качестве альтернативы две прививки и подтверждение выздоровления от COVID-19 также будут считаться вакцинацией. К другим темам. Немецкие ученые пришли к выводу, что инъекции ботокса помогают справиться с депрессией. Кроме того, по словам ученых, это хорошая профилактика для людей с пограничным расстройством личности. Как объяснили специалисты, ботокс работает, расслабляя мышцы лица и разглаживая линии и морщины. Эти эффекты длятся в течение трех месяцев и приносят пользу психическому здоровью человека. По словам ученых, тесная связь между настроением и выражением лица, известная как теория лицевой обратной связи, означает, что люди, неспособные хмуриться, реже испытывают негативные эмоции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова